Сегодня день борьбы с диабетом. Число людей с этим диагнозом, к сожалению, растет. Лечить можно и нужно. Но важнее всего своевременная диспансеризация, которая поможет выявить болезнь на ранней стадии. Многопрофильный медицинский центр Беслана регулярно проводит осмотр страдающих диабетом при помощи современного оборудования. А еще о профилактике рассказывают в школах. Обо всем подробнее Алина Цгоева. В Бесланском медцентре Лариса Грязюкова обследуется от и до уже 40 лет, борется с диабетом. Она сама медика лечит детей. Наверное, поэтому, говорит женщина, самый послушный пациент. Существуют стандарты ежегодной госпитализации. И я считаю, что это очень продуманно и очень правильно. Вот в этом центре я уже несколько лет ежегодно. Почему? Потому что здесь профессионалы высокого качества. А еще здесь лечат по последнему слову техники. Мини-лаборатория. Она же система непрерывного мониторирования. То, что обычно для взрослых, доступно в платном режиме. Для пациентов – бесплатно. Прибор сканирует уровень сахара больше 200 раз в день. Это помогает медикам проследить динамику болезни. Данные в режиме онлайн передаются на экран помпы. Пациент вовремя успевает отреагировать на снижение сахара крови и на повышение гликемии. Какой там у меня сахар? В настоящее время у пациентки сахар 8. Вариантность гликемии в течение дня не более 4 миллимоль. Замечательно. И я могу посмотреть, что в течение дня он у меня повышался. По данным медиков, людей в мире с сахарным диабетом будет только больше. Сидячий образ жизни, стресс и фастфуд, факторы которые могут быстро привести к острому дефициту инсулина. Сложный процесс. Простыми словами медики рассказывают в школе диабет. Чувствительность органа при ткани нарушается. Почему? Самая частая причина – лишний вес. Поэтому при сахарном диабете второго типа мы вам всегда говорим, что у вас на первом месте диета. До искусственного инсулина стабильно высокий сахар, накапливаясь как яд в организме, поражал жизненно важные органы. Теперь диабет можно контролировать и не доводить до крайней стадии. Для этого медики постоянно занимаются профилактикой взрослых и, конечно, детей. 80% пациентов диагнозы ставятся врачами-терапевтами. И в дальнейшем они направляются к эндокринологу. Вот коварство этого заболевания, оно как раз и заключается в том, что симптомов второго типа диабета может вообще не быть. Или может быть единственный симптом – общая слабость, на которую, как правило, мы не обращаем внимания. При первом типе, конечно, бывает развернутая клиническая картина – это сухость во рту, жажда. Именно постоянная диспансеризация помогает отслеживать состояние здоровья. А если диагноз «диабет» все-таки поставлен, это не повод опускать руки, ведь лечение, особенно своевременное, помогает держать ситуацию под контролем. Те, кто проходят лечение, следят за своим сахаром, говорят, диабет – это не столько болезнь, сколько образ жизни, к которому просто надо привыкнуть. Здесь своя диета, и не только продуктовая, но еще и спортивная. Алина Згоева, Давид Бетиев, Новости Осетии. Алина Згоева, Давид Бетиев, Новости Осетии.